Инвазивные виды 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 Какие основные пути распространения таких видов? Они могут распространяться и естественным образом, например, в связи с климатическими изменениями. Но, конечно, основные причины, связанные с деятельностью человека, это такие, как преднамеренная интердукция и случайный занос, который в последнее время приобрел просто какие-то огромные масштабы в связи с тем, что, конечно, сейчас очень увеличились транспортные потоки. Продукция с разных точек мира перевозится, и это, конечно, все это угроза очень сильно увеличивает. Ну вот я приведу буквально два примера таких, пожалуй, наиболее известных инвазивных видов. Это всем вам хорошо известный, наверное, борщевик Сосновского. И вот по карте внизу вы можете видеть, насколько быстро он и сильно распространился с 1990 года по территории Карелии. Ну и еще один такой довольно-таки хорошо известный вид – это американская норка, которая уже в 1990 году нас заселила всю территорию Карелии. И сейчас, насколько я знаю, этот вид полностью вытеснил местный вид европейскую норку. Конечно, человечество уже довольно-таки давно озаботилось этой проблемой. В частности, существуют две такие основополагающие международные конвенции, которые инвазивных видов касаются. Это, во-первых, международная конвенция по защите растений, которая больше, конечно, касается карантинных видов, что не совсем то же самое. И более новая конвенция – это конвенция о биологическом разнообразии, которая также содержит статью уже конкретно касающуюся чужеродных видов. Но многие страны сейчас это законодательство развивают. Я вот хотел бы привести здесь пример Финляндии, где в 2012 году была принята прямо целая национальная стратегия по борьбе с инвазивными видами. И немножко позже также был принят закон, уже специализированный, который не только предусматривает введение постоянно обновляемого списка инвазивных видов, но также содержит ряд положений, нарушения которых уже караются конкретными штрафами. Какова ситуация у нас в России с этим делом? Конечно же, у нас есть несколько федеральных законов, которые как-то немножко инвазивных видов касаются. Например, закон о животном мире, закон об охране окружающей среды и, конечно, закон о карантине растений. Но, тем не менее, надо сказать, что какая-то стратегия национальная по чужеродным видам у нас в России, к сожалению, отсутствует. Нельзя сказать, что этими видами у нас совсем никак не занимаются. Конечно же, у нас есть Россельхознадзор и в том числе Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая, к сожалению, занимается не всеми инвазивными видами, но только карантинными. Что такое карантинные виды? Ну, можно вкратце так сказать, что это некая выборка наиболее опасных представителей инвазивных чужеродных видов. Да, существует список этих карантинных видов, причем интересно, что этот список создан не для России, а для евразийского экономического содружества. И, конечно, Россельхознадзор, эти наиболее опасные виды, он, конечно, пытается как-то отслеживать и предотвращать их появление на территории России и в том числе и Содружества. Инвазивными видами занимаются у нас и научные организации, в частности, вот Институт проблемы экологии и эволюции, московский, под эгидой которого выходит, например, российский журнал биологических инвазий, где публикуются статьи в инвазивных видах. Также они поддерживают специальный портал, посвященный чужеродным видам. И, например, вот под редакцией сотрудников Института выходят вот такие книжки, например, как вот «Самые опасные инвазионные виды России». Но я должен сказать, что подобные книги выходят и в других регионах России, но, как правило, они посвящены только высшим растениям, то есть охват их систематически довольно-таки ограничен. Как можно бороться с инвазивными видами? Это достаточно сложный вопрос. Конечно, проще всего здесь заниматься профилактикой, то есть предотвратить их распространение. Но если уже виды попали на какую-то территорию, можно попытаться их как-то уничтожить. Тут есть разные примеры. Да, вот то, что касается профилактики. Конечно, этим занимается вот наш российский поднадзор. Они с этим работают, они проверяют всю продукцию, которая к нам поступает. И вы, наверное, сами часто слышали в новостях, что бывает, что вот запрет ввоза продукции из такой-то страны, из такой-то страны. То есть как-то это все-таки, этот контроль все-таки каким-то образом немножко работает. Что касается уничтожения. Ну вот здесь я хотел бы пример привести с азиатским усачем, который недавно попал в Финляндию с деревянной упаковкой из Китая. И он, видимо, в месте разгрузки вот этой тары успел заселить окрестные деревья. К счастью, его довольно-таки быстро там обнаружили. Эти деревья все были сразу же вырублены. И таким образом удалось предотвратить его дальнейшее распространение. Ну вот это такой, скажем, удачный случай, да? Удачный пример борьбы. Как можно бороться с растениями? Можно их просто пытаться собирать, периодически. Ну, собирать, вырывать, грубо говоря, уничтожать. Вот на данной фотографии вы можете видеть, как наши сотрудники уничтожают недотрогу. Борщевик тоже можно срезать соцветия, можно выкапывать корни, можно его просто скашивать. Но проблема в том, что это все не сделает за один раз. То есть эти процедуры нужно проводить постоянно, в течение нескольких лет. Только тогда можно получить какой-то эффект. Ну и вот такой экстремальный пример из Швеции, когда экскаватором уже просто выкапывают в розу морщинистую, которую руками уничтожить довольно-таки сложно вообще. Какие у нас есть, какие основные проблемы с инвазивными видами можно выделить? Ну, во-первых, то, о чем я уже говорил, это недостаточно проработанное законодательство. Это очень важная проблема. Пока у нас не будет законодательства по инвазивным видам, местные администрации, конечно, скорее всего, не будут ими интересоваться, ничего в этом плане делать не будут. Сейчас уже, вот в связи с тем, что опасность борщевика в последнее время приобрела такие серьезные масштабы, в каких-то областях у нас уже появились локальные постановления, связанные с борщевиком. То есть это потихонечку, возможно, начинает как-то развиваться, но тем не менее проблема такая, конечно, существует. Вторая проблема – недостаток информации. Общий недостаток информации по инвазивным видам имеется. Конечно, немножко больше у нас известно, может быть, по млекобитающим, по высшим растениям. Но если мы коснемся, скажем, беспозвоночных, тут мы вообще почти ничего не знаем. По многим видам у нас известны только буквально единичные находки. И проблема еще в том, что эта информация локальная, она не всегда доступна всем специалистам, которые могли бы быть в ней заинтересованы. И, наконец, третья проблема – это слабая осведомленность населения. Ну, немножко забегая вперед, я вот скажу, что мы проводили опрос, и выяснилось, что в Карелии около 70% респондентов или вообще никогда не слышали об инвазивных видах, или только что-то там слышали краем уха и могут называть там один или два каких-то вида. Я предполагаю, что, конечно, чаще всего они могут называть именно борщевик. То есть практически о других видах никто ничего не знает. И теперь я уже постараюсь перейти непосредственно к попытке нашей решения, хотя бы некоторых этих проблем. Сейчас у нас вот реализуется в научном центре проект по инвазивным видам, у которого вот такое длинное название – «Сеть сотрудничества по совместному сбору данных» и так далее. Каковы основные задачи этого проекта? Во-первых, сбор и оцифровка данных по распространению инвазивных видов, обмен информацией с зарубежными исследователями, ну, не столько с зарубежными, но со всеми исследователями. И третья важная задача – повышение информированности населения. Как мы пытаемся эти задачи решать? Ну, во-первых, экспертами нашими подготовлен список чужеродных видов. Практически все они достоверно являются чужеродными, но мы точно не можем пока сказать, все ли из них действительно инвазивные. Всего этот список по разным группам включает на сегодня 37 видов. Ну, кратко для примера, я вот буквально покажу по группам несколько видов. Скажем, высшие растения, опять же, всем хорошо известный борщевик и, может быть, вот другие виды, которые менее известны, как инвазивные. Это ладея канадская, люпинноголисный. Нематоды, также довольно-таки хорошо известные, верители картофеля, картофельные нематоды. Водные беспозвоночные, ну, например, такие виды, как байкальский бакоплав и махноторогий краб. Иксудовые клещи. Клещи в строгом смысле не являются для Карелии чужеродными видами, но поскольку они в последнее время довольно-таки интенсивно распространяются на север и также переносят опасные заболевания, мы также их решили в этот список включить. Млекопитающие норка, о которой я уже говорил, и кабан, например. Рыбы, хорошо известная горбуша и радужная форель, которая у нас очень широко используется в форелеводческом хозяйстве. Ну и, наконец, насекомые, куда мы включили не только таких хорошо известных вредителей, как, например, колорадский жук, но также и насекомых, которые, как правило, жмут в отапливаемых помещениях и вредят запасом разным, типа кожиена, спирнова. Ну и здесь есть вредители древесных растений, такие, как, например, ясенево, изумрудного и сладко, которая пока до Карелии не дошла еще, но она уже зарегистрирована в Ленинградской области, поэтому вполне возможно у нас тоже скоро появится. Основным результатом пока на данный момент нашего проекта является создание вот этого специализированного портала, который посвящен инвазивным видам, где мы пытаемся разместить всю имеющуюся информацию и как-то посетителей портала познакомить с этими инвазивными видами. Что у нас здесь есть? Во-первых, по каждому виду сделана такая информационная карточка, где есть фотографии, описания, как можно вид этот отличить от других, и в том числе также указаны возможные меры борьбы с этим видом. Также здесь присутствует карта распространения вида на территории республики. О ней я хотел бы рассказать немножко буквально подробнее. Нашими эксперты были подготовлены такие специализированные наборы данных по распространению каждого вида. И эти данные сейчас выложены на специальном сервере, таким образом, что они через глобальную базу данных по биоразнообразию, GBIF, доступны в открытом доступе по всему миру. Таким образом, вот на этой карте все точки, каждая точка – это находка конкретного вида. То есть это данные не только уже наших специалистов, но и данные, которые общедоступны из этой глобальной базы данных. Это очень удобно, поскольку любой фактически специалист может зайти и посмотреть, как конкретно какой-то вид распространен на данный момент. Ну и еще одна важная часть нашего портала – это специальная форма, через которую посетители портала могут сообщить о находке данного вида. Мы надеемся, что это, может быть, возможно, как-то нам поможет улучшить наши знания о распространении инвазивных видов. Одним в наших планах в рамках этого проекта было проводить специальные информационные мероприятия с местным населением, где мы могли повысить их знания об инвазивных видах. Но, к сожалению, ситуация с COVID-19 немножко изменила, и пришлось нам сконцентрировать внимание на средствах массовой информации. В частности, нами были подготовлены несколько таких роликов для телевидения. Вот здесь вы можете видеть скриншот с канала «Россия» до «Вести Карелия», где мы рассказывали о борщевике. Также нами были подготовлены несколько таких материалов в виде интервью по разным группам инвазивных видов, которые были размещены в социальных сетях, в том числе ВКонтакте и, насколько я знаю, на Facebook также. Также нами подготовлен специальный проект на платформе iNaturalist, где абсолютно любые люди могут также сообщать о своих находках. И, как вы здесь можете видеть по цифрам, уже довольно-таки много наблюдений, и эти цифры постоянно увеличиваются. То есть платформа эта на самом деле работает, я бы так сказал. В принципе, у меня на этом все. Я бы только хотел бы еще сказать, что сейчас у нас проект продолжается. И в этом году мы планируем еще дополнять наш портал. Также, возможно, если позволить ситуация, провести несколько вот таких информационных мероприятий, в том числе на озере Ведлазера. И, кроме того, сейчас у нас запланирован выпуск популярной книжки по инвазивным видам, которая сейчас уже находится на стадии подготовки. На этом у меня все. Большое спасибо. Продолжение следует...